Привет, дорогие друзья! Это очень серьезное видео. Я бы хотел, чтобы вы этим видео поделились с людьми, которые или проживают в Германии, к примеру, или имеют какой-то доступ к немецким всевозможным структурам. Да и вообще, просто, знаете, полезное видео для понимания того, на какое днище упало сегодняшнее государство Украины. Это не какие-то там фразы. В общем, давайте перейдем вот к странице одного человека. Просто посмотрим. Я вам буду показывать, показывать, а потом, потом объясню. Только чур не заглядывать. Вам так будет интереснее. То есть я вам покажу, а потом объясню. Итак, вот наш товарищ, видите, вот, Василь Марущинец. Вот это вот его стена, Василя Марущинца. В Гамбурге, видите, он пребывает почему-то, я не знаю, какие-то мероприятия, проводят в Гамбурге, сидит вон даже на пианине, трынькает. А вот здесь интересно, видите, нате, демократы и толерасты, посмотрите, только силой можем освободить свою землю. А имеется в виду, тут про поляков. То есть, человек предлагает силой освобождать земли, свою, какую-то землю, которая сейчас принадлежит полякам, но она его. Так, еще один прыгает, скоро допрыгается. Тут уже по поводу венгров. Видите, что украинская армия сегодня, это не несколько сотен безоружных СС Карпатской Украины. Вот он СС, он что-то постоянно вот фанат СС, как будто бы, знаете, этот Василий. Ну и здесь много чего интересного на стене, сейчас мы будем разбираться, что там интересного. Если что, мы можем освободить нашу Галатию, Анатолию, Мидию, Лидию, тра-та-та-та-та. Это он рассказывает, какие земли можем освободить, то есть, забрать себе. Ну такой вообще агрессивный человек, хотел назвать молодой человек, но видите, не молодой. И опять он что-то делает в Гамбурге, он что-то делает постоянно в Германии. Фотографии на фоне Гамбурга, вот опять, видите, Альстер, Гамбург, по всей видимости, с супругой он там фотографируется. Что этот человек забыл в Германии с такой ненавистью к разным народам, но мы еще не дошли до самого интересного. О-о-о, вот в этой каске есть небольшая крамола, но тоже, знаете, небольшая, ну нравится человеку надеть вот такую вот, вот такого рода каску. Ой, ну это уже серьезно. Арии. Тут он рассказывает про Ариев, видите? И вот это вот он предлагает флаг будущего государства, где будут проживать Арии. Арияна. Вот мой проект флага Арияны. Империи. Ну мало ли больных, знаете, мало ли больных людей. И тоже, может быть, не стоит на это обращать внимание. Хотя я думаю, вот так как он в Германии, то может быть это будет интересно. Вот равно как и это. Быть фашистом почетно. Быть фашистом почетно. это его комментарии, Василя этого, Марушинца. Вот опять в Германии с какими-то официальными лицами. Что же это значит? Это он на 75-летие создания УПА. Вот здесь вот смерть антифашистам, к примеру. Дело в том, что страница у человека закрытая. То есть страница только для друзей. И никто вот этих всех веселых ништяков не видит. Никто не знает, что он пишет. Слава Украине, смерть антифашистам, к примеру. Антифашистов он просто ненавидит. Вот это очень интересно. Арийцы. Видите? Это обращается к арийцам. И он рассказывает, что никогда не забываем, Адяры, родные братья, Мокселям и Башгалям. Ну это я не знаю, что-то, ну короче, Маскалям. И новость про Венгрию. То есть он разжигает постоянно межнациональную рознь. И кое-что более серьезное. То есть он призывает забирать какие-то земли у венгров. Он рассказывает, что Венгрии какие-то неполноценные. Вот опять СС у него было. На честь СС Карпатской Украины. СС, СС вот это на рабочем месте человек. Где-то работает он там. День памяти. Ну это больше полякам будет интересно. Слава Герою Украине Шухевичу. Тоже, скажем так, имеет право. Жида Моксели при власти. Вот тут уже про евреев началось. Антисемитизм у человека на стене попросту пещерный. То есть подобного рода антисемитизм я иногда встречал у людей не совсем даже здоровых. Ну то есть не совсем психически адекватных. Так вот жиды огласили войну Германии еще в марте 34-го года. И здесь они ревизионируют холокост. Этот ужасный Гитлер и эти невинные евреи. То есть они доказывают что холокост это в общем-то и не было. Боже покарает жидов к примеру в 13-м году. Что за больной спросите вы? надо дай по шапке ляхом мадяром и цыганом. То есть он всех подряд ненавидит. Такое впечатление что он и поляков венгров ненавидит ромов ненавидит. Он ненавидит всех. Он призывает просто с ними расправляться. Вот проходя мимо рыга плюнь ему в харю и проходя мимо сиониста дай ему в морду штыком и прикладом. То есть по сути проходя мимо сиониста но я подозреваю кого он считает сионистом. Убей его. Так продолжаем наше путешествие. Я думаю что это не скучно. Вы видели с представителями партии ВО Свобода он фотографируется. Ооо вот интервью он разместил. Прибки Эрих это человек который причастен к массовому убийству. Итальянцы в курсе что это за человек. Тоже что-то он ревизионирует. Вот очень интересно внизу внизу вот Бабий Яр что на самом деле там и не было расстрелов евреев в Абьем Яру. Ну это больной человек. Ниже тоже очень интересно. Это святые жиды. Ревизионизм Холокоста. Причем что он пребывает в Германии. Пребывает в Германии. И вы же знаете в Германии за отрицание Холокоста уголовная статья. Но ему по всей видимости плевать. Почему ему плевать? Кто это такой? Вот его опять заблокировали. Но не за жидов он пишет а за что-то там другое. Дело в том что у него две страницы у этого Василя Марущинца. Его периодически блокируют по заявлению его друзей потому что доступ только для друзей. Но уже так достал он своим антисемитизмом и вот этим вот идиотизмом что на него жалуются уже друзья. Вот по-немецки некоторые надписи тоже немцам будет интересно что это за надписи и что они значат. ну и здесь вот несколько вот жидов жиды 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 несколько скринов его деятельности вот как надо с ними поступать они кричат нас режут ну имеется ввиду евреи вот одним махом надо решить вопрос ну еврейский имеется ввиду вопрос вот Израиль палач Украины информационный портал было ли что-нибудь в Бабьем Яру черта обрани черта обрани он называет евреем сами умеете читать что написал это животное да вот какие картинки он постит свет ариев свет ариев видите это у него на стене сионисты уничтожили очередного героя Украины евреи евреи во всем виноваты евреи опять про холокост что-то не то вот опять картиночки в вермахте служило 150 тысяч евреев опять мемориальный центр жертв ну и давайте когда вы уже говорите мне стоп стоп ну хорошо ты показываешь очередного просто дегенерата какого-то просто отбитого какого-то больного психбольного человека и вот когда вы такое произносите во всяком случае в голове и вы дотерпели до конца то сейчас в лучших традициях я раскрываю личность этого человека для этого мы заходим на генеральное консульство Украины в Гамбурге и видим вот наш герой но что наш герой делает тут вот это вот он что наш герой здесь делает вот опять наш герой не видите генеральное консульство Украины в Гамбурге дело в том что это консул генерального консульства Украины в Гамбурге Марущинец это консул видите свежая запись 3 мая то есть он принимал участие в каких-то мероприятиях вот здесь консул Василий Марущинец поздравил Гамноверскую общину и заходим мы на сайт генерального консульства Украины в Гамбурге и находим консул Марущинец Василий Марущинец или Марущинец я не знаю я бы не хотел чтобы он обиделся на меня за то что неправильно назвал его фамилию я еще раз повторюсь видите этот блок такой простой я просто вам показал то что нельзя увидеть потому что опять-таки доступ для друзей но он настолько достал своих друзей вот этим что у них глаза на лоб лезут этот человек работает консулом Украины в Гамбурге консулом Украины в Гамбурге можно еще много чего говорить но вы вернитесь к началу и я вас прошу донести данную информацию мы постараемся по своим каналам я такого еще не видел на самом деле у меня был легкий шок или тяжелый шок все подписывайся чтобы ничего не пропустить и знать чуть больше о консулах Украины в странах Евросоюза пока субтитры